Добрый день! Мы живем в удивительное время. Удивительное тем, что каждый человек сегодня задумывается над тем, что он пьет, задумывается над теми продуктами, которые он для себя покупает. И мне хотелось бы спросить у вас, насколько каждый из вас задумывается над тем, в каких домах он живет сегодня. А это вопрос, на который может ответить Организация Всемирного Здравоохранения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 30% строений в мире поражены загрязняющими веществами. Атмосфера в наших домах не отвечает гигиеническим требованиям, которые предъявляются к качеству воздуха заводских помещений. Ну, если на примере говорить, то мы живем хуже, чем на заводе. Мы дышим воздухом, который насыщен не совсем хорошими веществами. Много лет назад, когда я попал на стройку, у меня было желание научиться строить дом. И все, что я узнал на стройке, мне не очень понравилось. Скажем так, не понравилось вообще. В первую очередь, меня не устроил тот вариант, что современное строительство – это очень дорого. Это непомерные цены, которые жители Украины себе позволить практически не могут. Второе, то, что меня не устраивает – люди, которые живут в домах современных, не всегда хорошо себя чувствуют. Объясним на конкретном примере. Дом в Броварском районе. Цена – 760 тысяч гривен. 120 квадратных метров. Довольно-таки удобно, как бы, для нормальной большой семьи. Если учитывать, что средняя зарплата на Украине, точнее для Киева, не для Украины – 3500. Вот, 42 тысячи за год. Следующий слайд. Получается, за 18 лет, если ничего не кушать, не покупать одежду и не тратить вообще ни на что, вы можете купить себе такой замечательный дом. Все очень просто. 18 лет. Ну вот, человек, который выступал передо мной, может рассказать, как это осуществить на практике. Как был построен этот дом? Технология достаточно проста, популярна в современном обществе, точнее на современной строительной площадке. Дом был построен из пенополистирольных блоков. Это такой конструктор лего из пенопласта. Коробочки, которые укладываются друг на друга, внутрь заливается бетон. И получается вот такой замечательный домик. В чем недостаток? Пенополистирол на протяжении всего процесса жизнедеятельности, пенопласт в народе называют, выделяет в асмоферу ядовитый газ. Стирол называется. Негативно влияет на печень, внутренние органы. Ну, плюс ко всему, эмбриогенный яд. Неприятные такие явления. Что еще является недостатком? Бетон. Производство бетона в мире – это полтора миллиарда кубометров каждый год. Производство каждого кубометра – это тысячи тонн выбросов в атмосферу углекислого газа. Это напрямую связано с глобальным потеплением. Плюс ко всему, этот дом отделывают чаще всего полимерными материалами, которые тоже добавляют свою изюминку. Ну, в общем, о отрицательных сторонах говорить долго не буду. Сегодня все-таки день земли. Надо как-то о чем-то хорошем. Поэтому об этом не сказать не могу. Это просто невозможно. Еще один недостаток современных технологий, современного строительства в том, что современные системы, они не жизнестойки. Если говорить на примерах, то в современном обществе часто происходят социальные катаклизмы, экологические. Грубо говоря, в Киеве отключают воду на два дня, и через там на третий день все из Киева разбегаются, потому что забита канализация, нет электричества там и всего прочего. Система не жизнеспособна. А мы живем в удивительное время, поэтому нужно создавать какие-то системы, которые будут более жизнестойки. Какие существуют варианты? Решение, на мой взгляд, в том, чтобы применять для строительства натуральные материалы. Речь идет не только о древесине, которой на Украине осталось очень мало, в мире еще меньше. Можно использовать глину, землю, дерево, солому, камыш. Ну, в принципе, все. То, что есть у нас под ногами. Хороший воин, говорят, находит оружие на поле боя. Так вот, хороший экостроитель может найти строительные материалы в радиусе двух километров. Ну, из этого построит дом. Так, занимаясь строительством из глины, из земли, ко мне обращались люди, которые спрашивали, как это можно сделать. Уточняли какие-то моменты, этих людей становилось больше, и их нужно было как-то организовывать. Мы перешли к тому, что нужно заниматься теорией. Нужно рассказывать о том, как это возможно. Началось это три года назад. Сейчас это происходит почти каждый месяц. Часто проходит в Киеве, в разных городах Украины. Это непростые теоретические семинары. Казалось бы, семинар по строительству, но на самом деле там можно узнать, как приготовить хлеб без дрожжей, как принять дома домашние роды, как выжить в тяжелых условиях. И только на наших семинарах можно услышать, как играет настоящая шотландская валынка. Кроме того, когда мы увлеклись теорией, мы поняли, что нужно немножко практики. В прошлом году мы занялись тем, что называется практика. На обычных строительных объектах приезжали люди, устанавливали рядом палатки, месили глину, работали с деревом. Дети занимались очень важными делами, они руководили этими всеми процессами. На семинаре побывало больше 80 человек. В этом году эти семинары будут уже проходить в разных областях по Украине. Очень яркий кадр. Чем отличается обычный семинар по строительству от семинара по экостроительству. После семинара можно услышать барабанный бой. И обратите внимание на вот эти пятнышки на фотографии. Мой знакомый уфолог сказал, что это следы неземной цивилизации. Поэтому свои семинары из международных я переименовал в межгалактические. Ну, так бывает. Приятно внимание со стороны других планет. Просвещение было очень важно. Изменение нашего подхода к жизни, к строительству, просвещение в вопросах экологического строительства было необходимо для того, чтобы поменять у нас стереотип и святую веру в железобетонные конструкции. Это вся, этот весь процесс, этот весь проект обрел интересное такое скромное название «Новый мир». Так очень просто, со вкусом. Основные этапы проекта. Первое – это лекции и семинары. То, что вы видели. Второе – практические занятия. Третий этап – конференции. Первое, к счастью, состоится в этом году. И четвертый процесс, завершающий – это экспериментариум. Экспериментариум – это комплекс из 10 или из 12 зданий. Постоянно действующая экспозиция, где каждый человек может прийти, потрогать, пощупать, переночевать в доме из соломы, допустим, или из глины. И, на мой взгляд, новый мир необходим для того, чтобы сформировать новое видение архитектуры, строительства и жилища. Потому что любое материальное какое-то проявление начинается с создания каких-то важных вопросов. С новой философией, может быть. Так вот, какие технологии могут быть представлены в экспериментариуме? Первый вариант – дом из дерева. Довольно-таки просто. Использовалось много тысячелетий. К сожалению, дерева осталось немного, поэтому другие технологии тоже будут иметь место. Глинобит. Очень популярна сейчас в Европе, особенно во Франции. На французском звучит «лапесе». Глина забивается в опалубку, утрамбовывается. Таким образом возводится стена. Сейчас даже, как бы, интересный момент. Стены оставляют в нее штукатуренными. Это считается модным, красивым, довольно-таки интересным объектом. Второй вариант – землебитное строительство. Строительство может вестись с использованием обычной земли. Достаточно, чтобы в этой земле было содержание глины буквально 10-12%. Но это почти все земли, которые на территории Украины есть, можно использовать. Этот дворец был построен в Ленинградской области замечательным архитектором, новатором своего времени. Архитектора звали Николай Львов. Уже в то время он был обеспокоен использованием леса для строительства. Еще одна технология – дома из самана. Что такое саман? Глина, солома, песок перемешиваются ногами, иногда с помощью лошади, иногда с помощью техники. Из этой массы, как из пластилина, делается стена, вылепливается. Потом глина затвердевает. Получается такой вот теплый, комфортный домик. Современный дом из самана был построен буквально год назад. Под Киевом 80 квадратных метров. Спроектирован по принципам солнечной архитектуры. Большая часть окон направлена на юг. Еще одна интересная технология. Если вы помните мультфильм про «Ну погоди, там такая страшная штука бегала за волком по полю». И сзади выпадали соломенные блоки. Так вот, эти блоки появились где-то 200 лет назад. И уже тогда из них начали люди строить дома. Сейчас такие дома строят уже на Украине. Блоки выкладываются друг на друга, как кирпичи, либо заполняют деревянный каркас. Технология позволяет строить дома, которые практически не требуют отопления. На данном слайде библиотека, которая была построена 180 лет назад, она до сих пор используется в штате Небраска. Замечательное такое здание. Еще одна технология – это дома из дров или топливного леса. Еще одно название – кордвуд. Дома выкладываются как поленица из обычных бревнышек. Между бревнышками укладывается саман. Технология очень популярна была в Австрии. Называется «Фахверковый дом». Сейчас есть целые фахверковые улицы. Там буквально по 50-30 домов, которые были построены из обычного деревянного каркаса, и забита глина вовнутрь. Дома некоторые там служат по 700-850 лет. Так, эта технология очень интересна. Новатор Надерха Лили изобрел. Чем она интересна в современном мире? Дома из полипропиленовых мешков быстро возводятся. Они очень недорогие, можно сказать, совсем доступные. Они выдерживают землетрясение до 6 баллов, благодаря своей купольной конструкции. Плюс ко всему они выдерживают наводнения, и в первую очередь применялись в районах сейсмической активности. Вот так этот домик выглядит в оштукатуренном виде. Говорят, что агенты НАСА спали в таких домиках, проверяли их на комфорт, и пришли к выводу, что их нужно строить на Луне. Глина или земля? Песок довольно редко. Что нам дают эти технологии? Они дают нам возможность избавиться от мусора, который производит человек. По данным журнала «Экономия», строительство и демонтаж дают 36% всех отходов промышленных. Это даже больше, чем треть. Грубо говоря, строительство дает нам больше, чем треть всего мусора на планете, и в результате этого строительства 3 дома из 10 непригодны для жизни. Ну, парадоксы, которые характерны для нашего времени. Горная промышленность и разработка карьеров. 28% тоже имеют отношение к современному строительству. Возвращаемся к тому, что хотелось бы создать. Проект «Новый мир. Новое видение архитектуры, строительства и жилища». Что это нам каждому в отдельности подарит или принесет? Это комфортное жилье для каждого из экологически чистых материалов, доступное для среднестатистического украинца. Умеренное потребление ресурсов, ну и чистая планета для наших детей. А для меня лично «Эко-дом» — это счастливое будущее детей моих, и детей моих близких, и детей жителей Украины, и детей всего мира. Все. Спасибо.